Доброе утро! Сегодня воскресенье и самое время подвести итоги уходящей недели. В студии Татьяна Донцова и в начале коротко о главном. Энергетика Хакасии требует колоссальных вложений. Чтобы привести сетевое хозяйство в порядок, нужна сумма, сопоставимая с полугодовым бюджетом республики. Дата определена, сроки обозначены. Хакасия на пороге большой выборной кампании. Даже при решении организационных вопросов уже возникли споры, а что будет дальше. Жильцам аварийных общежитий в Черногорске ждать переселения еще минимум два года. Власти только сейчас будут пытаться попасть в федеральную программу, чтобы получить деньги. Востребованы ли специалисты, получившие образование в Хакасии, и почему не удается решить проблему нехватки кадров, об этом расскажет гость нашей студии. В республике официально начались выборы. Стартом считается утверждение депутатами Верховного Совета даты голосования – 10 сентября. Но это не значит, что началась избирательная кампания. Там другая точка отчета – опубликование в СМИ решений о назначении выборов. Кстати, по поводу того, сколько дней должно идти голосование, в Хакасии разгорелись жаркие споры. Этот вопрос стал одним из основных на сессии Верховного Совета в минувшую среду. Представитель КПРФ предложили вернуть однодневные выборы. По мнению авторов идеи, это могло бы сэкономить средства, разгрузить работу избиркома и правоохранительных органов. Но инициатива не прошла, не набрала большинства голосов депутатов. Впрочем, она в любом случае носила бы рекомендательный характер. Окончательное решение за избирательной комиссией. И в пятницу все определилось. Осенние выборы в Хакасии будут идти три дня – с 8 по 10 сентября. Это значит, что избиратель может отдать свой голос в любое удобное для себя время. В партиях уже заметно оживление. К примеру, в «Единой России» озвучили, кто войдет в региональный список. Так, первые три человека жителям Хакасии хорошо известны. Это глава Аскийского района Абрекчелтыгмашев, ректор ХГУ Татьяна Краснова и под номером один депутат Госдумы от нашей республики Сергей Сокол. Тому, кого изберут жители Хакасии в сентябре, придется решать много проблем. Одна из них – развитие энергетики. Сейчас этой отрасли уделяется недостаточно внимания. Что нужно изменить, чтобы повысить надежность энергосистемы, об этом говорили на стратегической сессии, которая прошла на САЯ на Шушенской ГЭС. Подробности у Ольги Стельмах. За этими автомобилями будущее. Технологически более современное и безопасное для окружающей среды. А при растущих ценах на бензин еще несоразмерно более экономичное в обслуживании и питании. Полная зарядка автомобиля – это 50 кВт, что при среднем тарифе, который есть для физлица, это по рубль 80. То есть мы полностью ездим 2-3 дня за 90 рублей, если обычным заряжаться. По сравнению с обычным автомобилем – это колоссальная разница. Скорость и тача переключается. Российские электрокары только покоряют дороги Хакасии. При этом инфраструктура для них в зачаточном состоянии. Республике нужны электрозаправки, чтобы жители не искали, где подкрепиться энергией. Тут ничего лишнего, все просто, но самое главное – экологично. И на этих машинах полный привод, что для нас очень важно. С тест-драйва электрокаров открывают в Хакасии стратегическую сессию по вопросам энергетики под руководством депутата Госдумы Сергея Сокола. Кроме проблем с использованием экотранспорта в республике накопилась масса вопросов, решать которые нужно системно и сообща. Среди гостей – энергетики, главы поселений, представители общественных организаций и бизнеса. Боль муниципалитетов сегодня – стоимость подключения к электрическим сетям. Руководители районов помнят время, когда это даже проблемой не было. Была субсидия республики. Сейчас это все закрыто. Это все работало. Сейчас нет никакой системы. Мало того, что три года потеряли. Мы не можем зайти с инвестпроектами с такими, потому что есть вопросы. При этом энергетика – конкурентное преимущество Хакасии. В республике находится мощнейшая гидроэлектростанция «Саяна-Шушинская». А еще разветвленная сеть электрических сетей, тепло-электроподстанций. Энергетическая инфраструктура нуждается в поддержке. Об этом сегодня говорит и крупный бизнес, который заинтересован в развитии региона. Одни энергетики, одни предприятия, которые сегодня работают в этой сфере, они эти проблемы не решают. Решение – это в комплексном подходе. Когда будет со стороны энергетиков направлено усилие со стороны муниципальных органов власти, со стороны республиканских органов власти. По предварительным данным, чтобы привести энергосистему республики в порядок, необходимо 25 миллиардов рублей. Однако сегодня эта отрасль, уверены специалисты, не интересует правительство Хакасии. Отношение к этой ведущей отрасли экономики у нас в республике не должно быть по остаточному принципу. Механизмы для развития есть. Федеральные программы, ими пользуются другие регионы, привлекают огромные средства и повышают надежность энергосистемы. Пока в Хакасии отдаленные села, фермерские хозяйства и дачные общества лишь мечтают об этом. 18 киловатт на все дачное общество было. То есть мы включали лампочку, и все лампочки в обществе не гасли, но, можно сказать, светили тусклее. Длительное время энергетика развивалась стихийно. И это первое, что нужно менять. Сам подход. И прежде всего, подход республиканских властей. Должно быть специальное ведомство в правительстве республики, которое бы непосредственно этими вопросами и занималось. Мы не привлечем сюда никаких инвесторов, если мы здесь не создадим нормальные условия взаимодействия энергетики и бизнеса. Чтобы было все понятно и прозрачно по тех присоединению. Чтобы были на все адекватные расценки тарифа. Чтобы мы понимали, что у нас тариф. Он у нас все-таки высокий или у нас все-таки нет. И для кого как. Это все должно быть предельно открыто. Все предложения войдут в стратегию развития, реализацию которой откладывать нельзя. Иначе республика рискует погрязнуть в энергопроблемах еще больше. А значит и выбираться из них будет гораздо дороже. Ольга Сельмах, Арсений Симонов, Вести Хакасия. Учителя Хакасии получат по 5000 рублей. Такой подарок распорядился сделать глава республики в честь года наставника и педагога. Об этом Валентин Коновалов рассказал в своих соцсетях. 5000 рублей полагаются абсолютно всем педагогическим работникам. Учителям школ, воспитателям детских садов, преподавателям училища и сотрудникам учреждений дополнительного образования. Поддержать учителей идея хорошая, если бы не одно «но». Уже почти полгода педагоги недополучают заработную плату. Глава Хакасии обещал ее повысить. На деле зарплата снизилась от 2 до 7 тысяч рублей в месяц. Поэтому от дополнительных денег, понятно, никто не откажется. Кстати, единовременная выплата будет перечислена в августе. Как раз, когда у учителей закончатся отпускные, которые оказались и так ниже, чем ожидалось. А еще это как раз перед сентябрьскими выборами. Вероятно, в правительстве решили, что 5000 снимут острый вопрос и добавят действующему губернатору очков при голосовании. Проблемы жильцов аварийных общежитий в Черногорске правительство Хакасии планирует решить за счет федерального бюджета. Главное – успеть. Речь идет о двух зданиях – на Дзержинского 12-Б и Горького 2-А. Жильцы последнего, напомним, в прошлом месяце в знак протеста выставили во дворе палатки. Таким образом, они хотели побудить власти к действию. Но затем вернулись в свои комнаты. Из 20 человек сразу расстелили двоих. Это те, у кого в квартирах действительно находиться небезопасно, и при этом у них нет другого жилья. Остальные по-прежнему в общежитии. А пока решается вопрос с переездом, власти Черногорска пообещали, что управляющая компания подготовит здание к зиме. Это не значит, что он разрушился сейчас, и все, стены повалились. Сейчас там люди жили, живут, и мы его готовим к зиме. Основная стена 65 сантиметров, и плюс слой утеплительный, как раньше из кирпича, из пустотного делали. Вот эта трещина, это не значит, что трещина. Эта трещина просто отслаивается. В большинстве вот такие, 40% плательщиков за коммунальные услуги вот в этом общежитии. На что было там делать? Народ, в принципе, не платит, и поэтому там получилось. Управляшка, значит, одна придет, но 40% все кричат, давай делай то, ремонтируй подъезды, ремонтируй крыши, ремонтируй. Ну деньги-то где? Чтобы переселить всех оставшихся жильцов, потребуется порядка 600 миллионов рублей. У республики таких денег нет, в бюджете Черногорска тем более. На вопрос, почему этого не сделали раньше, ведь еще в 2019 году люди требовали провести экспертизу и признать общежитие аварийным, представители власти ответили, что не могли ускорить процесс вхождения в программу переселения из-за отсутствия экспертизы. Ее заказывали трижды в течение четырех лет, и только через суд удалось признать жилье аварийным в этом году. Зам главы не может ехать, пока дом не признан аварийным. И работать на перспективу. Нам-то сейчас будет трудно убеждать федеральных чиновников о том, что мы должны попасть в программу. А когда дом не признан, нам бы вообще не принимали, даже на порог не пустили. Поэтому, как только дом был признан, пошла вот эта процедура. Сейчас администрация Черногорска совместно с правительством Хакасии пытаются запрыгнуть в последний вагон и войти в программу по переселению, которая завершится в конце 2023 года, чтобы уже в 2025-м сдать малогабаритные квартиры черногорским переселенцам. На минувшей сессии Верховный Совет не только назначил дату выборов главы и депутатов, но и принял отчет об исполнении бюджетов республики и фонда медицинского страхования за прошлый год. Как народные избранники оценили работу исполнительной власти и что еще было в центре их внимания, узнаете из нашей рубрики «Парламентский дневник». В Большом зале Верховного Совета вновь обсуждают бюджет прошлого года. Основные выводы уже звучали в ходе публичных слушаний. Теперь отчет правительства должны утвердить депутаты. Бюджет 2022 уже вошел в историю республики как самый успешный по доходам. Они составили более 56 миллиардов рублей. Никогда прежде Хакасия такого не добивалась. Среди главных причин – это вывод прибыли крупного бизнеса из офшоров и благоприятные мировые цены на уголе металл. Увеличение налоговых поступлений позволило закрыть кредиторскую задолженность и усилить финансовую поддержку муниципалитетов. Качественно изменилась ситуация с госдолгом. Хакасия заместила все коммерческие займы бюджетными, что значительно облегчило нагрузку на бюджет. Расходы на обслуживание долга по сравнению с 2021 годом снизились в 2,4 раза. Экономия составила свыше 500 миллионов рублей. Республика Хакасия. По оценке долговой устойчивости субъектов Российской Федерации, проведенной Минфином России, отнесена к группе со средним уровнем долговой устойчивости, а в 2021 году относилась к группе с низким уровнем устойчивости. На сегодня общий размер госдолга около 20 миллиардов рублей. При этом отмечено его снижение по отношению к собственным доходам республики. Раньше он доходил до 80%, сейчас около 60%. Председатель бюджетного комитета уверен, улучшить финансовые показатели удалось благодаря не только федеральной поддержке, а она оказалась выше запланированной на 2,5 миллиарда рублей, но и за счет слаженной работы законодательной и исполнительной власти. Олег Иванов также назвал бюджет муниципально ориентированным. Кроме того, что республика перечислила городам и районам более трети налоговых поступлений, она еще и поделилась доходами из своих источников. Верховный совет принял законопроект, который 560 миллионов, это 30% от УСН, добавил возможности муниципальным образованием. Это помимо того, что 747 миллионов были списаны в 2021 году бюджетных кредитов муниципальным образованием. Депутаты единогласно утвердили отчет по исполнению бюджета республики. Также не вызвал вопрос доклад о доходах и расходах фонда медстрахования. Его бюджет вырос более чем на миллиард, что позволяет обеспечить имеющееся качество и доступность здравоохранения. Среди других решений сессии приведение в соответствии с федеральной нормой закона о ветеринарии, по которому с 1 сентября ведь служба должна стать самостоятельным органом, и закона о стратегическом планировании в Хакасии, а также принятие закона об инициативных проектах, который позволит жителям республики участвовать в решении местных вопросов. В следующий раз депутаты соберутся ровно через 4 недели на юбилейную 50-ю сессию. Она же заключительная для Верховного Совета 7-го созыва. В республике дан старт предвыборной гонки. Репортаж Константина Кравцова. Ничего личного, и это даже не бизнес, а закон. Городские власти проводят первый рейд по выявлению несанкционированных точек по прокату электросамокатов. С 31 мая в Абакане действует новое правило. Размещать этот транспорт можно лишь в заранее отведенных местах. Район абсолютно разный. По всем таким более привлекательным местам. И в то же самое время здесь, ну, они примерно у них на расстоянии, для того, чтобы человек прокатился. Ну, популярные места для населения. Как думаете, точек хватит вообще предпринимателям? Ну, я думаю, что здесь только практика покажет. С первого взгляда все довольно просто. Предприниматель обращается в департамент градостроительства, там ему предлагают доступные варианты для размещения самокатов, и дело пошло. На данный момент уже разобрано 36 мест. Разрешение получить не так и сложно, если мы увидим, что вот за такой короткий период, уже 31-го, у нас начал действовать порядок, и на сегодняшний день уже два предпринимателя такие места организовались. Поэтому я не считаю, что эта процедура очень сложная. То есть самое главное – желание предпринимателя. Пока официальные точки проката средств индивидуальной мобильности никак не обозначены. Авторы идеи еще обещают нанести разметку, установить соответствующие знаки. Ну а сам процесс аренды остался прежним. Скачиваешь приложение, там же оплачиваешь, и вперед с ветром, разумеется, с соблюдением всех правил. Что касается нарушителей, тех, кто не санкционированно разместит самокаты в случайном месте, то для начала городские власти предложат убрать технику, ну или она будет эвакуирована на хранение, а это, очевидно, дополнительные расходы. Мы пока еще не поняли. Мы работаем на третий день и еще не поняли. У нас, если здесь ликвидировали, значит, мы в другое место повезем. Они в любом случае будут работать. Не здесь, там, там, так там. Инициатива по задумке властей города должна навести хоть какой-то порядок в отрасли. Признаться, как попало разбросанные самокаты, не красят улицы. А далеко ли уедет бизнес по новым правилам, покажет практика. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Таштыбский Тесла или хакасский Кулибин. В Таштыбском профессиональном училище преподаватель по дорожному вождению собрал автомобильный двигатель в разрезе и завел его с помощью электричества. Все для того, чтобы студенты получали знания не только в теории. Своей методикой изобретательный наставник поделился с Марией Добрыниной. Это устройство не только чудо инженерной мысли, но и замечательный пример того, когда за дело берется педагог не по профессии, а по призванию. Артур Михайлович Баргаяков имеет свой особый подход к обучению студентов и его главное убеждение, что на одной теории вырастить высококлассного специалиста просто невозможно. Поэтому в классе водителей демонстрационный двигатель решили запустить прямо в разрезе. Теперь детали мотора ВАЗ-2106 работают как при реальном движении. Два с половиной месяца примерно, всю осень можно считать. Там и выходные прихватывали. Идея пришла, чтобы было понятливо ребятам, как внутри все работает. А на плакатах, что там, только рисунки посмотрят и все. А дети же не увидят, уже заинтересованы становятся в этом. Главным конструктором выступил сам Артур Михайлович. Всю работу вместе с ребятами делал во внеурочное время. И так сказать, на общественных началах. Признается, пришлось помучиться. Для привода модифицировали выпрямительный блок. Для преобразования напряжения тока немного повозились цилиндрами. Тут тоже загвоздка такая. Здесь в каждом цилиндре от разного автомобиля. В данный момент здесь от пятерышевая поршень. Здесь от девятки. Здесь от Тойоты. Ну, а тут от пятерки. Днища поршня, например, в Тойотовске. В общем-то, днище такое, с углублениями, или пятерыши с углублениями. А другие от шестерки, так они, площадь днища ровненькая. Вот, чтобы они друг от друга отличали. В Хакасе во всех технических колледжах и училищах подобного двигателя не найдешь. Это единственный экземпляр. Как и многие другие автомобильные системы, которые были созданы из доступных запчастей и расходных материалов в простом учебном кабинете. Например, имитация системы зажигания ГАЗ-53. 154, 263, 78. Это сейчас что вы назвали? Порядок работы цилиндров, подача из скрыт цилиндров. Можно, получается, сразу в наглядном виде, как это все работает. А так, когда все стоит просто и ничего не сморгает, так и непонятно. А преподаватель строгий у вас? Да. То есть просто так, где не сдашь? Местами есть. Да. Если провода перепутаны, неправильно поставили, то, значит, они не смогут довести двигателя, так? То есть вы специально можете им перепутать провода? Обязательно, да. А, это у вас такой экзамен, да? Конечно. Или вот на крышке прерывательное распределение. И вот они должны все это разобрать и установить. Сдают экзамены с первого раза в Таштыбском профучилище порядка 80% учеников. Это достойный показатель для сельской глубинки. Они даже как бы прибегают, сразу смотрят, как и что. Они друг с другом разговаривают. И вот главное, чтобы заинтересовать ребят. Впереди у ребят экзамены, а потом у кого-то институт, у кого работа. А у Артура Михайловича целых два месяца, чтобы к новому учебному году собрать новый агрегат. Какой? Пока секрет. Мария Добрынина, Владислав Пустовойт, Вести Хакасия. Высшие и среднеспециальные учебные заведения Хакасии ежегодно выпускают тысячи готовых специалистов. Тем не менее, во многих сферах наблюдается кадровый голод. Самая серьезная ситуация, пожалуй, в медицине и в образовании. Об этом мы поговорили с ректором Хакасского государственного университета. Далее рубрика интервью. Какое количество специалистов в этом году выпускает ХГУ? Хакасский госуниверситет выпускает 2107 выпускников. Из них 800 человек со средним профессиональным образованием, а остальные с высшим образованием. То есть это достаточно хороший такой объем, который мы в последние годы выдерживаем и выпускаем на рынок столько специалистов. Хакасский государственный университет готовит достаточно большое количество педагогов. И в этом году мы выпускаем 30%. От всего выпуска 30% педагоги. 612 человек. Это учителя по абсолютно разным профилям подготовки. По всем отзывам, которые приходят в университет, отзывы положительные. Спрос на учителей очень высокий. И директора школ, и руководители районов уже начинают, так сказать, оповещать об этом спросе до нового года. Но, к большому сожалению, дети, когда выходят на практики последние два года, они уже ориентируются на какую-то школу. И очень сложно их перенаправить потом в какую-либо иную, если у них даже вот они не по целевому обучению учатся, а просто у них свободный выбор, куда они пойдут трудоустраиваться. Но вот они уже определились. Многие сейчас стали уезжать на Дальний Восток. Вот приходили девочки-химики, очень активные. Наша золотая молодежь, золотые выпускники, которые закончились красным дипломом. И я сама с ними общалась. И они говорят, мы уезжаем на Дальний Восток. Нам, там одна уезжает на Камчатку. Нам предложили хорошую заработную плату и дают квартиру. Мы подписываем трудовой договор на пять лет уже с работодателями. И как я не пыталась здесь какие-то другие аргументы приводить, что вы выйдете замуж, здесь рядом родители, которые в Хакасе живут. Но вот пока на них эти аргументы сегодня не действуют. Они понимают, что живут они здесь и сейчас. И они хотят, так сказать, попробовать свои силы именно там. Часть уезжает в Красноярский край, поскольку зарплата их в среднем там на 10-12 тысяч выше с самого начала. И социальный пакет тоже лучше, особенно для начинающих. Вы сказали 600 специалистов. 612, да. Вот если предположить, что все 612 человек, преподаватели будущих, останутся в Хакасии, мы эту дыру сможем закрыть? Нет, к сожалению, она тоже не закрывается по моим. Но это по нашим расчетам. Я не буду спорить с цифрами какими-то другими. Я говорю о том, что по нашим исследованиям, по обращениям из разных школ, мы оцениваем, что эта цифра все-таки несколько больше. Уследить за будущим людей, которые уезжают сложнее. То как обстоят дела от тех, кто остался у нас в Хакасе? Может быть, есть какая-то у вас связь? Как вот наши выпускники там себя показывают? Ну, мы обязаны в течение трех лет первых следить, мониторить ситуацию. Нас обязывает Министерство образования и науки Российской Федерации. Как только дипломы попали, мы произвели выгрузку в систему ФРДО, такую федеральную систему, где документы об образовании все складируются, так вот с этого момента мы уже обязаны следить, куда трудоустроился наш выпускник и, значит, как складывается его судьба. И свои справочки мы отправляем в Минобор России. Параллельно Минобор через пенсионный фонд смотрит, каким-то образом не искажаем ли мы информацию. То есть на самом деле эти люди трудоустроены, есть ли у них отчисления от зарплаты, откуда эти отчисления, то есть идет вот такая перепроверка автоматически. Поэтому здесь вот ситуацию ни в коем случае нельзя каким-то образом изменить. Она вот как есть, такая она и есть. Что показывает вот наш опыт? 85% педагогов, да и по другим специальностям высшего образования. У нас в университете выпускников устраивается в первый год после, так сказать, прохождения обучения. 15% там разные обстоятельства. Кто-то уходит в армию, есть, значит, такие ребята, которые идут в армию. Кто-то выходит замуж и в декретный отпуск. Кто-то по каким-то иным причинам пока не сориентирован на то, чтобы выйти на работу. Может, он выйдет позже, может быть, он меняет свою траекторию развития. И несколько человек уходит в аспирантуры. То есть вот 15% это вот, ну 85% это нормативный, хороший показатель, который вот соответствует тем нормативам, которые нам предъявляет наше министерство профильное, Министерство науки и образования Российской Федерации. То есть мы в этот процент укладываемся. Участники военно-патриотического телепроекта «И в памяти храним» отмечены благодарственными письмами. Напомним, мы предложили прочесть стихи о войне школьникам и тем, кто еще ходит в детский сад. То, что получилось, могут видеть наши телезрители. По окончании проекта чтецов пригласили на телестудию и устроили им небольшую экскурсию. На мир телевидения они теперь смотрят другими глазами эти дети и сами звезды эфира телеканала «Россия». Во время съемок площадкой для выступления была студия, но им непременно захотелось узнать больше, как в целом работает главный телеканал «Хакасии» сейчас, из чего все начиналось. Все это, все из прошлого века из-за премии? Да. Участие в проекте «И в памяти храним» посвященному Великой Отечественной войне было непростым как в техническом, так и в эмоциональном плане. Ребята рассказывали о людях и событиях самой кровопролитной войны. Каждого записывали отдельно, работала целая команда операторов, осветителей, звукорежиссеров, монтажеров, но в итоге результат оправдал все ожидания. Проект получился оригинальным, искренним и совсем не детским. Хочу поблагодарить вас в первую очередь за участие в нашем проекте, поблагодарить ваших учителей, поблагодарить ваших родителей, передайте им от нас огромный привет и большое уважение за то, что они воспитали таких детей, которые знают и помнят свою историю. На самом деле это важно, когда дети, устами детей звучат патриотические стихи. Это говорит о том, что наша молодежь, естественно, не потеряна, то есть вы молодцы, вы перспективные дети, у вас все еще впереди. Неожиданно стало и то, как дети увлеклись миром телевидения. Практически все проявили желание в будущем связать свою жизнь с журналистикой. На мастер-классе от ведущих программ в Естехакассе школьники спрашивали, как попасть в такую сложную, но в то же время интересную профессию. Может подготовиться, чтобы стать журналистом, вот какие-нибудь там лайфхаки там. В первую очередь это дикция, конечно, дикция будет развита, когда ты читаешь и читаешь вслух. Это первое, да, что надо много читать и много знать. Кругозор должен быть обширный от строительства домов до издания закона. В финале бурного обсуждения съемок проекта тонкости мира журналистики и впечатлений ребят от работы на камеру стало вручение благодарственных писем от гостелерадиокомпании Естехакассе. Это то, что я еще больше стала хотеть стать журналистом. Все серии проекта «И в памяти храним» можно найти на сайте вестехакассия.рф. Первые пять выпусков уже доступны для просмотра во всех соцсетях на официальных страницах ГТРК «Хакассия». Истории о печальных и в то же время героических событиях короткие и не займут много времени, но лишний раз напомнят. Мы являемся потомками великих людей и наша обязанность сохранить историю для будущих поколений. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вестехакассе. И на этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Увидимся в следующее воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok